Четыре дня мы были в учебке. Один раз заступили в наряд на столовую. Один день у нас ушло на получение формы. И два дня тоже они туда, не сюда. Даже зарплатные карточки мы уже делали, когда приехали в место службы. То есть, ну, хаос был. Никто ничего не успевал и так далее. Мы приехали на точку. Ну, все поехали усилять точки. В итоге дождались рассвета. Пошли пешком на точки где-то в полчетвертого. В это же время началось наступление на наши точки. Везде алтерерия. И по нашей посадке тоже АГС работал. Мы дошли до точки к пяти утра. И практически сразу только сели у входа в блиндаж. С полной стороны 120 минов взорвалось. Я самый крайний сел. У меня больше всего коцнуло по колену, в шею и так далее. И мы там сидели на точке. У нас тогда сразу уже 3,03. Я больше всех. И мы сидели минимум до 7 вечера. То есть, до 7 вечера мы пытались вызвать какую-то эвакуацию, какую-то помощь, какую-то поддержку. И кто как, кто в хаосе убежал, кто дальше стреливался. Потому что потом уже пехотные бои. И при этом все это время крылый миномет и логи скидывали. Еще и БМП с осколочными работало периодически. Вечером мы начали выходить уже после 7 часов. Потому что поняли, что ночь уже не проживем там. Все в основном вперед пошли. Я самый крайний, потому что мне тяжело было передвигаться из-за колена. В итоге там начали попадать патрули уже. Начались бои. В итоге опять же хаос и так далее. Мои ушли вперед. Потом я лежал минут 10-15 надо мной до вон был. Так получается, я отстал. Потом до вон улетел. Я пошел в стону своих уже. Но они уже перешли в другую посадку. Я не решился туда заходить. Потому что не знал уже кто там, что там. И тоже кричать я не буду. Потому что кто бы ни был, могут и свои стрельнуть. Потому что хаос был. Я пошел по довоге, по которой под посадкой. Обычно машина, техника ездила. Пошел по довоге. Минимум час-два шел по этой довоге. Думал, выйду все-таки к своим. Вышел немного в тыл. Но уже к 10 темнело. И опять же там посадки уже тоже. Все посадки уже нас везде ждали. В итоге услышал голоса и пошел к этим людям. Там оказались ваши. Сказал, что я без оружия, аванин. И все, я сдаюсь. Никаких вопросов вообще. Ничего не собираюсь делать. Все. Они меня взяли в плен, а вас спасили. Я не представляю, как вы там сейчас нас с тобой после этого всего. Когда нас могло быть 100 человек, а осталось меньше половины. И при этом, при том, что нас тут до 20 человек, то я не знаю, там, наверное, люди все в шоке просто-напоста. Какой может быть боевой дух или римовальное состояние после этого? И как можно им сказать, вы сегодня выезжаете на позиции? А которые, причем, и потерянные. Поэтому я вообще не представляю, что там творится сейчас. Я могу сказать, что у нас на точке было человек, наверное, 15 из них. Один со мной здесь. Одного я видел на другом пункте. Его должны были сюда довезти, но я не знаю, что-то нет. И, наверное, все. То есть 3 человека, это за которые я уверен. А где все остальные, один Бог знает. Потому что так, как бы пошел вперед, ушло 8 человек, они вроде как и дошли куда-то. Но, судя по слухам, там везде нас уже ждали, поэтому я думаю, что их никто так и не забыл. Есть те, которые реально уже на наших глазах уже погибшие были. То есть, не знаю, больше половины я одна. Это однозначно. Там нашей работы, я думаю, практически не осталось. Потому что все были на выезде. Ну, я и так уже думал, летом возможно увольняться. Но теперь я даже не буду сомневаться ни на секунду. Половина происходит от этого. Опять же. Одни воюют, одни нет. Кому-то выгодно это. Кого-то оно вообще не задевает. То есть, ну, ты в город приезжаешь, люди живут, как ни в чем не бывало. Найдите среди мобилизованных хоть одного, у которого там есть машина за 50 тысяч баксов. Или колотила трехкомнатная. В Киеве оба говорят. Ну, я не встречал таких людей. И поднимается вопрос, ну, о чем говорить. Я думаю, все все знают прекрасно. А что с военкоматами и с главными вот этими происходит? Сейчас я вообще там молчу. Там такие деньги у них находят, что просто жесть.